Итак, рассмотрим условия задачи. Если вращающаяся относительно горизонтальная оси цепи немножко толкнует, то она может вразить некоторое расстояние. Объясните явление, изучите влияние существных параметров на пройденное цепь и расстояние. Итак, цели задачи, которые мы перед собой поставим, достаточно привиальны. Получить условия, при которых наблюдается явление, проанализировать поведение центра масс, определить характерные параметры системы, влияющие на дальность прохождения цепи после числа. Итак, рассмотрим и разведаемые явления. Это замедленная съемка 240 кадров в секунду. Как мы видим, цепь совершает достаточно сложные, как может показаться, колебательные движения. Итак, рассмотрим методику нашего эксперимента. Мы раскручиваем цепь на вращающемся шкиве и отпускаем на шероховатую поверхность. Принципиально, чтобы поверхность была именно шероховата, потому что на гладкой поверхности явление не наблюдается из-за достаточно малой силы трения. И мы записываем весь процесс на однотонном фоне и анализируем уже видео. Все это число. Итак, теперь перейдем к изучению динамики центра массы. Мы предлагаем следующую методику для анализа центра массы. Мы делаем раскатровку видео. Каждый кадр из видео мы обрабатываем методом выделения края вольфрамматематика и получаем из такой картинки следующий слайд. Итак, как мы будем определять центр массы? Очевидно, он будет совпадать с центром интенсивности картинки. Притом интенсивность черного пикселя равна нулю, интенсивность белого пикселя равна единице. Ну, давайте рассмотрим примеры, как работает наш метод. Еще, 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 еще. Итак, теперь посмотрим, какой же график движения центра массы мы получили. Как мы видим, никакого колебательного движения нету. Цепь сначала ускоряется, а потом замедляется. Притом цепь ускоряется достаточно быстро, а замедляется медленно. Следующий слайд. Итак, мы слились с вопросом, а то ли явление мы вообще, в принципе, получили и решили проанализировать видео из условий. Видео из условий мы анализировали гораздо более сложным методом, но, как мы видим, оба явления, полученные нами и которые демонстрировались в условии, очевидно идентичны. Следующий слайд. Итак, рассмотрим ускорение цепи на начальном этапе. Для этого рассмотрим следующую модель, пускай у нас вращающийся обруч касается поверхности и начинает ускоряться. Для описания ее динамики мы применяем уравнение вращательного движения и второй закон Ньютона. Анализируя эти уравнения, мы получаем то, что обруч будет разгоняться до тех пор, пока его вращательная линейная скорость не совпадет со скоростью центра массы, то есть обруч в этот момент покатится. Очевидно, что в этот момент скорость вращения и скорость центра масс будет равна половине начальной скорости вращения. И мы хотим проверить, выполняется ли это соотношение для цепи. Следующий слайд. Мы предлагаем для этого следующую методику. Мы часть цепи помечаем другим цветом и с помощью программы трекер получаем скорость движения вот этого помеченного участка. Следующий слайд. Итак, мы можем видеть то, что вращательная скорость или ее можно назвать контурной скоростью цепи после разгона действительно равна половине начальной скорости вращения, но скорость центра масс после разгона не равна половине вращательной. И чем длиннее цепь, тем меньше скорость центра масс после разгона, то есть тем хуже выполняется данное соотношение. Следующий слайд. Это можно объяснить тем, что динамика цепи в момент ускорения достаточно сложная. Цепь начинает запутываться. Притом, качество было получено, что чем длиннее цепь, тем хуже она себя ведет, начинает запутываться и хуже ускоряется. А чем цепь короче, тем, грубо можно сказать, она больше похожа на обруч, если ее раскрутить, и тем до большей скорости она после разгона, тем больше скорости она приобретет после разгона. Следующий слайд. Теперь перейдем к рассмотрению причин замедления цепи. Следующий слайд. Итак, рассмотрим видео. Итак, как мы можем видеть, ну, я думаю, достаточно хорошо видно, то, что кинетическая энергия каждого падающего шарика полностью теряется при падении, то есть при ударении с поверхности. Удар у нас абсолютно неупругий. Из-за этого энергия всей цепи уменьшается на величину кинетической энергии падающего шарика. Следующий слайд. Итак, кинетическая энергия падающего шарика объясняется наличием у шарика контурной скорости и наличием скорости центра массы. Мы предполагаем, что каждая скорость каждого шарика совпадает со скоростью центра массы. При падении шарика, шарик полностью теряет эту энергию. С другого конца цепи поднимается следующий шарик. Из-за этого уменьшается и скорость центра масс, и контурная скорость цепи. Ну, такая качественная модель. Итак, теперь рассмотрим полную энергию нашей цепи. Она объясняется, очевидно, контурной скоростью или скоростью вращения с скоростью центра масс, ну, и высотой цепи. И мы задались вопросом, так как у нас энергия достаточно сильно зависит от высоты части цепи над поверхностью Земли, нам важно понять, когда же эта высота постоянно. Следующий слайд. Как мы видим из графика динамики высоты цепи над поверхностью, у нас действительно наблюдается область, когда высота цепи постоянно, и есть область времени, когда высота цепи над поверхностью снижается. Следующий слайд. Мы теперь рассмотрим, почему же цепь начинает снижаться в определенный момент времени, и мы хотим получить условия этого снижения. Рассмотрим силы, действующие на верхней цепи, очевидно, это будет центробежная сила и сила тяжести всей цепи. Условие, при котором цепь начинает падать, очевидно, это равенство этих сил. И из равенства сил мы можем вывести следующее условие для критической скорости, контурной скорости цепи, при которой цепь высоты h начинает падать. Следующий слайд. Итак, теперь рассмотрим убыль контурной скорости, как высота цепи постоянно. Мы запишем энергию цепи в системе отчета, связанной с центром массы, она будет, очевидно, зависеть только от контурной скорости. Убыль энергии за время дт мы определяем как убыль энергии за счет падения, за счет неупругого столкновения с поверхностью участка цепи длиной дель, которая, очевидно, равен контурной скорости умножить на дт. И, исходя из этих соображений, мы получаем следующее дифференциальное уравнение для определения динамики контурной скорости. Итак, замедление центра масс мы получаем абсолютно из тех же соображений, вот уравнение для скорости сжима с следующей слайд. Теперь рассмотрим убыль контурной скорости, когда у нас высота падает. Мы рассматриваем приближение, то, что высота цепи над поверхностью полностью определяется ее контурной скоростью в данный момент. Притом, контурная скорость уже меньше, чем критическая. Как мы видим, уравнения несколько изменились в следующей слайде, и уравнение для скорости центра масс тоже изменилось. Следующий слайд. Какой мы предлагаем методику определения полу-теоретическую дальности прохождения цепи? Мы имеем некоторые начальные условия, которые мы получаем эмпирически, когда цепь разгоняется, то есть это начальная скорость контурная после разгона цепи, скорость центра масс после разгона цепи, и какое расстояние цепь прошла за время разгона. Мы поставляем эти начальные условия в это дифференциальное уравнение. При выполнении условия, когда контурная скорость равна критической скорости, мы переходим к этой системе уравнений, и с помощью этой системы мы как раз и получаем длину, дальность прохождения цепи. Следующий слайд. Итак, численное решение этих уравнений качественно представляет из себя следующую кривую, что в принципе сходится с теми графиками для центра массы, что я показал вам в самом начале. Следующий слайд. Теперь рассмотрим зависимость дальности прохождения цепи от начальной контурной скорости, как мы видим. Чем больше контурная скорость, тем дальше пройдет цепь, притом это экспериментальные значения дальше. Это зависимость, дальность прохождения цепи от длины. Для разных начальных контурных скоростей, как мы видим, чем больше 12 пи, тем меньше расстояние на проходствие числа. Эти точки мы получаем теоретически по методу описанному выше, как мы видим, они достаточно хорошо совпадают с экспериментом. Ну, для примера, для одной начальной скорости совпадения теории и эксперимента с этого числа. И переходим к выводам. Мы выясним, что движение цепи не колебательное, хождение цепи наблюдается только при достаточно большом коэффициенте трения. Чем длиннее цепь, тем меньше скорость после разговора цепи, чем длиннее цепь, тем меньше расстояние она пройдет. Чем больше начальная скорость вращения цепи, тем дальше пройдет цепь. И замедление цепи объясняется неукругим столкновением шариков с полом. Итак, литературу, которую мы использовали. Спасибо за внимание. Но сейчас бы я хотел продемонстрировать явление. Последний раз закончилось. Давайте демонстрацию положим на дискуссию, и с тем перейдем к вопросу, мы пойдем. А понятно, есть вопросы? Можно графики включить? Можно еще? Еще одну, вторую, два. Вот это вы видите. Ну, у вас имеют ангремен, это подготовка. Спасибо. Спасибо. А понятно, есть вопросы? Нет. Спасибо, вопросов нет. Тогда приходим к подготовке. Добрый. Мы все. Есть. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует...